Те, кому больше 65 стали болеть чаще, цифры озвучили на заседании оперативного штаба. Поэтому контроль за режимом самоизоляции пожилых было решено усилить, но в мягкой форме. Губернатор просил не запугивать людей старшего поколения, а разъяснять доходчиво и терпеливо. Здесь же проинформировали, что лекарства для больных коронавирусом, которые лечатся дома, в регион начали поступать. К краю выделено 87 миллионов на закупку препаратов. Губернатор поручил Минздраву выработать алгоритм доставки их до пациентов. Гораздо более масштабные цифры обсуждали на сессии АКЗС, где сегодня принимали бюджет на следующий год. В части собственных доходов мы уже выглядим достаточно неплохо. То есть сегодня у нас в бюджете собственных доходов запланировано примерно 55 с небольшим миллиардов рублей, а на 2021 год мы планируем 59 с небольшим. 58 из 60 депутатов бюджет поддержали. Напомним, он по-прежнему социально ориентирован и просчитан с учетом сложных условий сегодняшней жизни. Легче пока не будет. Статистика по заболеваемости высокая. Собственно, поэтому, несмотря на просьбы бизнесменов, разрешить проведение новогодних корпоративов их запретили. Но разрешили работу общепита с ограничениями Роспотребнадзора. Решение это неизбежно. И будет действовать оно с 15 декабря по 15 января следующего года. Как предупредительная мера, это все-таки разобщение. Это все-таки дистанция, это все-таки тот самый необходимый масочный режим, который нам необходимо соблюдать. Для того, чтобы более-менее спокойно пройти ожидаемый сезонный подъем гриппа. Ну и о масках. Как разъяснил сегодня губернатор, носить их теперь нужно и на улице. Правда, лишь в том случае, если люди, задействованные в массовых мероприятиях, и социальную дистанцию в полной мере выдерживать сложно. Татьяна Голубева, День с толком.